Доброго времени суток, Ютуб, с вами Даниил Нарышкин, и проведя две недели в путешествиях от Италии до Абхазии, у меня накопилось слишком много мыслей, которые я хочу изложить в ваши уши, поэтому давайте не будем томиться в ожиданиях, свет, камера, мотор! Последнее время, последнее время, наша страна очень часто ругается на запад, ругается, что они хорошо живут, ругается, что они тратят деньги на всякие мелочи, которые в принципе и не нужны для обычной жизни, ругается и за санкции. Лишь бы поругаться, но при этом я плачу 15 рублей на станции РЖД, в кабинке РЖД, выходя из поезда, который был послан компанией РЖД. Я плачу 15 рублей за туалет, потому что в вагоне нету биотуалета. Я еду в душном вагоне, потому что там нет кондиционера. И вот эти люди возмущаются, и я вообще не понимаю, какое право они имеют для возмущения. Как люди, которые свою страну довели до жуткого болота, имеют право возмущаться на процветающий запад? Не знаю. Зависть, видимо. Видимо, зависть и нежелание ничего менять, ничего делать. Ну, что сказать. Эту проблему надо как-то решать, и давайте разберемся, как же мы будем ее решать. И знаете, как мы будем решать эту проблему? Здесь все очень просто. Счетом того, что население, которое смотрит YouTube, и население, которое, в принципе, обитает в интернете, оно слишком молодое. И, видимо, до молодого поколения очень плохо доходят верные мысли. Потому что их никто не употребляет на просторах интернета. В интернете вы смотрите только на котов, на пьяных людей и на то, как блогеры срутся друг с другом. Но это вечная тема, и меня сейчас опять в нее понесет. Но сегодня об этом. Сегодня затронем такой немного морал-факшен. То есть, как вы понимаете, что если вы не хотите жить в разрухе, то вам не нужно допускать этой разрухе. Прописные истины, но если о них не говорить, то их никто соблюдать не будет. Не выбрасывать бычки просто так на улицу, не выбрасывать пластик и убирать постоянно за собой. Если есть возможность возмущаться, если в вашем вагоне нет кондиционера, то возмущаться. Если вас обсчитывают, то возмущаться и стараться донести до людей, которые следят за этим, до людей, которые занимаются этим, то, что ситуация неприятна для вас, как потребителя. И пусть потребитель бывает и наглый, бывает и хамоватый. Но что поделать? Надо менять вектор потребления. Надо сделать из потребителя человека, который понимает, что в коронечном итоге хочет видеть чистая и милая общество. Ну и вы, мои молодые зрители, которые, ну естественно молодые, хоть у вас очень мало, то, естественно, задумайтесь об этом. И выкуривая очередную сигарету или допивая очередную банку пива или пепси, что вы там употребляете, все-таки постарайтесь донести ее до урной. И если видите, что в вашем вагоне может работать кондиционер, но никто его не включает, уж позаботьтесь сказать, чтобы его включили. Или если в туалете нет мыла, в заведении, в котором вы идете и потратили деньги, скажите, что там нет мыла. Скажите, чтобы мыло туда положили. Это единственный момент, который может как раз позволить исправить данную ситуацию. Чтобы все не дошло до грубых сил. Да, ведь никто не хочет, чтобы доходил до грубых сил. Как-то так. Ну, на этом все. Вот такой добрый блог от доброго бородача. Немного не свойственен мне, но что поделать. Ведь эти прописные истины витают в воздухе и должны прививаться с рождения. Но почему-то о них все забывают. Видимо, для этого и глаголю я. Ну вот, с вами был Данил Рыжкин. Самый субъективный бородач по всем интернете, во всем мире и во всей вселенной. Поэтому подписывайтесь на мой канал, комментируйте, смотрите, ставьте лайки, распространяйте видео, чтобы до всех доходила эта хорошая мысль. Ну, а также не будьте нормальными, будьте рациональными. Всем спасибо. Всем дислайк. Субтитры сделал DimaTorzok